И мне подчислилось, что сегодня служение совпадает с моим днём рождения. Я хочу поблагодарить всех вас. Я получила добрые пожелания, я получила молитвы, я получила любовь, радость. У меня просто не слов от вашего выражения любви, признательности ко мне. И я хочу, чтобы вы знали, что я очень благодарна, я это очень ценю. Это становится, она укрепляет мою почву. И с Божьей помощью я это всё буду превращать в Божье служение вам, служение людям. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Вы украшаете мою жизнь. Просто очень классно, очень приятно. Спасибо, отдельное спасибо Виталию Крисаеву, который написал песню в честь этого дня рождения. И это не первая песня, которую он пишет для меня. Ценю, благодарю, слава Иисусу Христу. До того, как я начну отвечать на вопросы, я также хочу поделиться со всеми вами, что я себя очень хорошо чувствую на свой день рождения. В принципе, я работала на то, чтобы мой день рождения был стресс-фри, то есть без стресса. Я работала над тем, чтобы я, знаете, получила удовольствие от секса-бития. Вы видели сегодня, как я танцевала, да? Супер. Потому что надо быть искренним, надо быть самим собой. Я считаю, что это потери, если у тебя день рождения, а тип суети, а тип стресса, ты толком не слышишь то, что люди тебе говорят, это все как формальности. Поэтому мне повезло, что мне не 25, не 18. То есть время работает на мою позу. Время помогает мне. Это не первый день рождения, который я праздную. Поэтому все предыдущие день рождения, они помогают мне праздновать этот день рождения. И те, которые меня знают, где-то, наверное, уже 15 лет. Я не помню точно, но около 5 или точно 13 лет назад. Бог просто дал мне такую мудрость самовыражаться на такие особые события своей жизни. Особенно день рождения, годовщина свадьбы. Я даже не знала, что это была терапия. Потому что я интровет, но нет такой чистый интровет. Но в основном, в большинстве словами, я интровет. А интроветы, они много держат в себе. Если это не находится выход, если они не с Богом, это может стать проблемой, зажим. Потом, то, что мы потом называем, называется косоматикой, она ищет выход. Разные спеки, гневы и так далее. И слава Богу, что так получилось, что я начала писать то, что я чувствую на это время. И пройдет 10-12 лет, чтобы я узнала, что это называется дневник. Есть люди, которые пишут дневник каждый день. А это у меня получается от события к событию. Это очень хороший терапия для души. Очень интересно, как Бог ведет нас. Мы даже не знаем, что Он ведет нас. Мы думаем, что захотелось, мне хотелось. А на самом деле это крепкая рука. Да, да, я очень люблю эту песню, которую мы поем в нашей церкви. За руку помощи, которая со мной, и будет до конца благодарю тебя. Да, и еще крепкую руку, или, может быть, руку помощи. Я очень идентифицирую себя с этой песней, потому что действительно вот эта рука помощи, она всегда со мной. Она всегда со мной. Это просто потрясающе. Я хочу действительно посмотрю, если меня слышат. Здесь у меня нету проблемы со звуком. Вроде нету проблемы со звуком. Слава Богу. Вот. И потом я очень поздно подключилась к фейсбуку осознанно. Вот осознанно. Я занималась с детьми. У меня не было времени для фейсбука. Я не пожалела. Но когда я подключилась, я видела преимущество фейсбука. Вот это напоминание. Вот если человек что-то постит, через год напоминает. И это пошло тоже мне на пользу, потому что с 1 февраля фейсбук мне напоминает, что где-то год назад у меня событие было. И вы знаете, я не знаю, как Бога поблагодарить. Когда я считаю, то, что я написала много лет назад, я вижу, что я еще в этом направлении. И одновременно я вижу свой рост. Я вижу свой рост. Это просто фантастический. Это просто красивая жизнь. Мне нравится свою жизнь. Я никого не завидую. Я сита. Понимаете, когда человек сит, сит внутрь, сит внешне, я абсолютно ничего не привлекаю, ну, такого, который не есть хорошее. Поэтому я очень рада, я очень счастлива. И, наверное, из своего дня рождения я больше всего получаю удовольствие, потому что я праздную осознанно. Я считаю, перечитываю свое благословение, вижу, насколько Бог благ ко мне, насколько Он близок ко мне. Ну, просто нет слов. Поэтому я себя очень хорошо почуваю. Дуже-дуже добро. И за то, дякую Богу, и дякую Богу, и за все, что Он творит в моей жизни. Нема слов. Нема слов. И зараз буду отвечать на ваши вопросы. Если я правильно понимаю, вы спрашиваете, какое место оставило впечатление в моем сердце. Так, я думаю, что я буду отвечать на этот вопрос неоднозначный. Почему? Потому что в силу своего само сознания я понимаю, что в каждом месте есть плюсы и минусы. И, знаете, бывает конкурс красоты. Мы выбираем Мисс Мира, мы выбираем Мисс Украина, еще Мисс в разных странах. Но если критически посмотреть, мы постарались выбрать самое лучшее относительно. Мы выбрали самое лучшее относительно. Во-первых, каждый человек красивый по-своему. Посмотри, как человек поработает над собой. Человек, который не очень красивый, хотя я считаю, что это ошибочное выражение, но для понимания я так буду выражаться. Человек, который не очень красивый, то есть у кого не очень много красивых данных от природы. Когда он попадает в руку массажиста, стилиста, и те, которые делают макияж, это просто преобразую его и человека просто не узнать. А человек, у кого лучшее данные, если он попадается в руку не очень профессионального человека, его красота может уступать. Этим я хочу говорить две вещи, что каждый человек красивый по-своему, очень сложно оценить красоту, очень сложно. Если уже философски посмотреть на красоту очень сложно. Поэтому я была во многих местах, я видела плюсы. Почти в каждой стране, опять же, говорят, что я была во многих странах, опять же, это относительно, потому что чтобы знать каждую страну, надо несколько раз ездить, знать и так далее. Я была один раз, два раза, три раза, четыре раза, в зависимости. Но да, в каждой стране есть красивые места. Это мне понравилось здесь, это мне понравилось здесь, но может быть, в силу своего осознания я еще не нашла места, где можно говорить, что это оно. Это оно. И надо сама красиво, а люди не такие. Надо страна красиво, а слишком много либерализм или что-то такое. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я просто хочу сказать, что я гражданин мира, гражданин земли, я думаю, что я могу найти красоту в любом месте, потому что не место украшает человека, а человек украшает место. Поэтому я не буду искать красивое место, чтобы мне было хорошо, но куда бы Бог меня не посунуть, я буду стараться делать это место красиво. Чтобы делать это место красиво, это начинается с нас, пробуждение начинается с меня. Я должна сначала стараться сделать себе красиво, чтобы со мной было приятно. потом люди которые живут со мной чтобы им повезло, чтобы они не сказали господи что за мама или что за жена или что за наказание или что за паста. вот вот так мы делаем хорошо домашняя группа дом где мы живем это самое а потом страна будет красива и в конце концов дай Бог весь мир будет красиво вот такое мое понимание о красоте спасибо пастырь Бойся вы вот мы сегодня может кто-то не в курсе мы сегодня пришли раньше приехали раньше готовились к служению в течение дня и что мы заметили у вас вы настолько в этой простоте в этой естественности вот вы такая какая вы есть без всякого притворства без всякого лукавства это так свободно это так легко это так просто что вы ну как с нами с мужем как-то нету знаете как обычный человек там 3-5 в уме да с этими он так ведет себя там с начальством так с подчинением так а на самом деле это надо быть самим собой какие мы есть и тогда тебе притянутся люди вот почему надо ну раскрыть свою индивидуальность нам не надо быть код этим самым копией кого-то просто надо быть оригиналом и я я сегодня я сегодня заметила у вас вот эту простоту вот это в течение дня это ну как вы напевали я даже сначала подумала какая-то девочка там сверху спускается напевает песню а это вы в этой простоте ну да вы принцесса вы есть эта девочка вы так вышли сверху у вас очень прекрасный наряд пасторь гося вы ну это говорит о многом вот действительно внешний вид и оно же изнутри наружу говорит о том ну как вы относитесь даже к нашей Украине да мы все теперь в этой нашей Украине и вы подчеркиваете что вы вот вы вы почитаете этого Бога в Украине вы выражаете это своим почтением этим внутренним почтением ну вот вот это поклонение изнутри вот оно же видно понимаете это же не то что поклоняться на сцене стоят там поклонения нет поклонение оно изнутри оно во всем Оно так проявляется, это поклонение. Вы хотите, чтобы окружающие вас тоже видели в вас этого живого Бога. Мы тут верующие говорим об Иисусе, а то подумают еще не о том, о чем надо, что мы Богу поклоняемся. Мы являем Христа, мы являем живого Бога, просто реально. Просто надо быть самим собой. Поэтому спасибо вам огромное. И, конечно, пусть люди, которые сейчас слушают, они тоже, вот у них приходит день рождения, чтобы они делали эту переоценку, писали эти пункты какие-то для себя жизненные, что произошло, как дневник, да, вот этот вот записывать. Во-первых, это Божья слава. Мы воздаем славу Богу. Мы, как эти зарубки Моисея делал, делаем зарубки, что вот в этом году это то-то. И действительно, эта слава, она не сходит. Чем больше ты начинаешь говорить, какой Бог, оно все прибавляется, оно умножается, оно прямо чечет, прямо каким-то, как мед чечет сверху. Слава Богу. Молчу уже. Идем дальше. Хорошо. Тогда можно я спрошу. Пастырь Боссер, вы меняетесь у нас на глазах. Ну, мы в церкви больше 20 лет, и мы видели, как вы пришли робкой девушкой на эту кафедру центральной церкви. Мы это прекрасно помним. Вы собрали все домашние группы, и мы пришли гордо 21 человек свой привели на это первое собрание. И вот перед глазами этот бутон, этот цветок, он расцвел, он превратился в то, что мы видим. И поэтому вопрос у меня такой, какие качества в людях вы цените больше всего? Чему вы подражаете в людях? И есть ли среди этих людей один, который для вас выше других, и которому бы вы хотели наследовать, которому вы хотели бы, я имею в виду не Иисуса Христа, сразу вас поправлю, а именно живого человека, который для вас служит примером и для подражания. Если есть такой человек, а может нет. Да, спасибо. Правильно вы сказали, что я пришла в церкви чуть не подростком. Не подростком, да, я пришла 21 год, и сегодня уже прошла 27 лет, и действительно я расту, я уже не такая маленькая девушка, которая была раньше. Я уже делаю до 50-ти, то я уже женщина в возрасте, уже не маленький ребенок, уже занимаюсь определенным положением уже, и по статусу, и по возрасту, вот это уже, понимаете, это самый святущий возраст. Да, согласен. Да, не когда люди подростки, или по 23, по 25, вот это оно сейчас, ну 45, 50, 55, ну вот это оно, человек уже дорос, человек делает ушло, а потом пойдет на пенсию, ну вот так. Вот качество, которое, и поскольку я сама росла, вот если я не падала с неба в таком возрасте, я сама прошла вот это все разные стадии человеческие, качество, которое я, ну, стала сценить больше всего, это быть самим собой. Бау. Я не представляю, как люди могут функционировать и наслаждаться, не быть самим собой. То есть, по-другому можно сказать, самопознание. Это очень сложно, это очень-очень сложно, потому что мы формируемся в обществе, да, в социуме. И социум, и общество играет свою роль в формировании культуры, в формировании вот это социальный норм. Все то, что мы имеем сегодня, не только наши родители научили, хотя в основном мы благодарим родителям, но на самом деле не только они социум формируют нас. Есть очень много экспериментов, которые показывают, что если человек не общается в социуме, да, он не может полностью раскрыться. Если он только с родителями, еще с пятью, шестью людьми, он ограничен. Вот нам нужен вот этот океан, нам нужно вот это сталкивание в магазине, автобусе, учителя в школе, вот это все. Это там, это свое плюсы. Но это социум, который помогает нам понять, вот, в чем мир, он тоже может быть негатив. Когда идет конформизм, да, когда мы хотим соответствовать, когда мы говорим, что люди хотят слышать, мы не хотим проблем, мы не хотим быть белой вороной или что-то такое. Вот. И это все прошло, 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 вот. И пока я не поняла, что нет, ты не можешь всех угодить. И это плохой бизнес, стараться угождать всех, поскольку, во-первых, это невозможно, а во-вторых, неблагодарны. Да. Бесполезно и неблагодарны, да. Люди, ради кого ты погибал, загнулся или что-то такое, они, им все равно, если ты завтра уже им не нужен, если ты уже не представляешь интерес и прибыль, они тебя навек забудут. Да. Вот поэтому, чему такая отрада? Вот поэтому я убеждена, что я цену в себе, и чем старше я становлюсь, тем больше я утверждаюсь в этом, по отношению к себе, по отношению ко всеми моими делами, быть самим собой, познавать себя и знать, кто ты и кто не ты, да. Знаешь, что ты хочешь, а что ты не хочешь, да. Где ты хочешь быть и где ты не хочешь быть. Я ценю это больше всего у человека, потому что это как базирование. Если детал неправильно базирован, он будет шататься, и вот это шатание, оно всегда будет давать проблему, оно всегда будет давать проблему. Нужно рост, нужно сила воли, воля, понять, что я боссы. Кто я? Я не Оля, я не Лариса, я не Раиса, я боссы. И второй боссы нет. Аминь, аминь. Я одна такая, поэтому живу в общество, да, являюсь членом церкви, но я, но боссы должна познавать боссы, потому что в этом ее успех, познавать себя, потому что боссы всегда будут боссы, вот. Вот, я ношу боссы с собой все время, да. Ну, мы в одной церкви, но мы не всегда видимся, да. Даже муж, да, считается, что муж или жена, это самый близкий человек к человеку, но и то невозможно всегда быть вместе. Не всегда матери будут рядом с детьми, еще когда они маленькие, еще, да, это Риана, потом все. Но боссы-то всегда будут боссы, поэтому боссы должны познавать боссы, боссы должны быть верны боссе, потому что боссы должны быть самым лучшим другом боссы, потому что это они всегда вместе. Вот я это ценю. Люди, которые это достигают, не все, которые это достигают, многие люди умирают, этого не достигают, просто живут в тумане, живут там, то в церковной программе, то в социальной программе, то в семейной программе, да, вот. Когда я вижу люди, которые поняли это, живут в этом, ну, это классно, я рада за этих людей, потому что я сама прошла этот путь, я знаю, что это такое, я знаю, от чего нужно отказаться, чтобы вообще выражаться. И я понимаю, какую смелость больше нужно, чтобы боссы решили стать боссы, да, вот, это вот так. Это потрясающе, конечно, потому что если Бог нас создал оригиналами, а мы кого-то копируем, там, вот, нам тот нравится, этот, и мы не высвобождаем свой творческий потенциал, который заложен в каждом из нас, иначе мы бы не родились. Вот, что у Бога есть цель на нас, и у нас есть цель, а мы живем, и вот это, болтаемся, угождаем, там, этому, тому, туда, но ты поугождаешь, ты побегаешь, а толку-то что? Конечно, нужно объяснить, что такое быть самим собой. Вот, допустим, у меня есть дети, да, пока они живут в моем доме, они, ну, сто процентов, они могут быть самим собой, да, потому что у меня есть какие-то правила. Зависимые, да, да, есть зависимые. И, как бы, это зависимые, и тоже их цель, да, иногда я чувствую, что надо что-то делать вот так, и потом я слышу такую фразу, если вы хотите, да, мы, конечно, так сделаем. Но там, где нет эти иерархии, иерархии властные, да, и там, где нет вот этого вопроса послушания, послушания государства, послушания пасторам, родителям и так далее. Там, где мы свободны, мы должны стараться максимально познавать себя, задавать себе вопрос, понять, что мы хотим. Да, что мы хотим, чтобы, ну, развивались, где у нас нет этих границ. И приходит свобода, потому что Деду Господен там свобода, ты тогда свободно можешь двигаться, и ты тогда видишь Божью руку, ты видишь, и ты хочешь, наоборот, даже больше служить людям. Ты тогда хочешь больше что-то сделать хорошее для тех же людей. Потому что ты здоров. Потому что ты понимаешь, да, целостность. Внутрь есть целостность и здоровье, ты ничего от людей не ищешь, тебе все равно, богат, бедные, тебе больше нужно служить, чем тем, кому ты можешь. Ты понимаешь, да, что ты... Я больше нуждаюсь в том, чтобы я служила людям. Да, да, да. Мне все равно. Да, что тебя не... Как многие говорят, ой, меня используют, там, да, господи, мы только и пришли в этот мир, чтобы тебя использовали. А что ты на кладбище отнесешь из себя, да, пастор Сашин? Пастор Госсов, вы являетесь пастырем большой церкви, вы являетесь, можно сказать, общественным деятелем, вы являетесь, как бы, человеком, на которого просто многие равняются, обращают внимание. Поэтому я спрошу такой вопрос, немножко меняя тему, какова вообще сейчас ситуация в христианстве вообще? Потому что, ну, все эти перемены, все эти вещи, они очень повлияли на церковь и вообще, как мне кажется, мы переживаем какой-то переход очередной в самой церкви. В самом теле Христовом происходят какие-то процессы, которых раньше не было. И меняется форма служения, и вот мы в онлайне с вами сидим. Помните, были дворцы спорта когда-то? Сейчас нет этого и не нужно. И сейчас какие-то вещи выходят на новый уровень. Как вы видите, как пастырь церкви, вот в этом году, что в церкви должно поменяться радикально? Что должно, что не может дальше быть в церкви вот после этого 21-го года? Есть такой аспект? Да, ну, я скажу, вот я, опять же, я осознанно стараюсь не заниматься церковной политикой. Вот, я стараюсь, да. Не сунуть нос в том, что происходит через церковь, я и туда и не хожу. И, может быть, кто-то скажет, у вас они приглашают, но... Ну, я не знаю, слава богу. Хорошо, я не хожу и особо не интересуюсь. У нас есть молитва в церкви, мы молимся за все церкви, мы молимся за все конфессии, желаем всем счастья, блага. Вот, но я видела достаточно кашу внутрь христианства, и я поняла, что нам еще работать и работать, и познать этого креста нам еще далеко. Вот, поэтому, и вы знаете, что обычно, чтобы избежать конфликтов, мне нужно поднимать религиозные вопросы, политические вопросы. По-моему, еще один будет разделять эти вопросы. А в свете COVID-19, я, конечно, сейчас могу сказать, что я благодарю Бога. Помните, по-моему, это ваша ромашная группа была последней перед карантином. Мы были в Аркадии, да? Понедельник у нас, понедельник, да, и уже на пузата хата говорят, что уже закрывают, вот, и так далее. И для нас еще непонятно, что это будет, вот это интересно. Но если говорить о крестьянстве, я считаю, что COVID-19, и даже и до COVID-19 были звонки, что мы должны быть более практичными. Но церковь уже не может выжить без практичности. Почему? Потому что мы лишаемся всей нашей идентификации. Именно чем мы себя идентифицировали. До того были эти проповеди под разным соусом. Евангелие царства, от церковь без тени, еще что-то такое. И все то, что раньше представляла себе церковь, все, без чего церковь раньше не могла представить себя. Мы сейчас, нас сейчас лишаются эти, здания нет, сейчас нет, все. Церковь как будто растерянная, да, и только онлайн. И я помню, как представители разных церквей и в Америке, и по всему миру сражаются с государством, что свобода совести, там, разные, вот, и так далее. На самом деле, если мы не станем более практичными, если мы не вернемся во времена Креста, потому что когда Крестов начался, у него-то здания не было, да, и у него большой, и толпы большой не было. Он начал с маленькой, и даже там было их, может быть, 120, может быть, там 200, потом он рассеек, да, по всему миру. Поэтому практичность и местомейство, вот, оно должно поменяться. Мы должны опять, мы должны стать в малой группе. Да. Мы должны просто стать в малой группе, переформироваться в малой группе. Слава Богу, что сейчас есть интернет, вот. А встречаться, пока в Украине нас разрешают, но надо быть готовы вот к этому, потому что и сейчас каждый человек должен стать пастором, вот, везде. Потому что когда церковь рассеяли тогда после Креста, кто куда, но он один или два человека, наша проповедовать, и наша создать вот эту группу, вот, еще раз, где он находится. Поэтому в крестьянство нам надо быть комфортно и в малой группе. И нам не нужно считать, что мы успешны, когда у нас были, у нас большая церковь. Количество. Да, вот, допустим, когда пастор Сандей был пастором церкви, церковь была намного больше, да. А церковь, где я сейчас, ну, поместная церковь, не очень большая, да. Но когда мы все собираемся вместе, как пастор Сандей, это церковь пастора Сандей, но я себя комфортно чувствую, потому что моя идентификация не большая церковь, и я видела большая церковь, и я знаю, что может быть большая церковь, да. Сегодня может быть большая, завтра может быть маленькая, да. Но я всегда есть, мое призвание всегда есть, да. И большая лица церковь, среднее количество, и маленькая. Кроме я должна служить, как я сейчас служу. Вот, по крайней мере, ну, насколько я понимаю, количество людей в зале, или количество людей в домашней группе уже на меня не влияет. Да, да. Потому что я в ответе перед Богом. Да. Поэтому, просто как церковь мы должны вернуться к этой один-на-один, евангелизации, быть, не ждать церкви. Помните раньше, когда, типа, пойдем церкви, в воскресенье пойдем церкви, вот. А надо уже начинать функционировать, нет воскресенья, нет церкви. Вот сейчас, прими креста сейчас, сейчас я помолюсь за тебя. Все то, что я хочу тебе сказать, вот сейчас, вот мой номер, я остановлю церковь. Вот, вот, то, что Библия говорит, что вы крам креста, вот церковь должен больше об этом. Аминь. Библия и понять истинное вот это христианство. Вот я считаю. Я тоже думаю, что у нас сейчас очень хорошее время, в плане того, что мы ближе ко Христу, как никогда. Ближе к Нему. И Дух Святой каждому откроет, что надо делать, как. Потому что просто ходить толпой, просто сидеть и прятаться за... Ну, то есть, сейчас как индивидуальность раскрыться каждому в той сфере, где Бог тебя видит. И через вот это самообразование открыть. И всему своё время, да. Всему своё время. Я верю, что потом придёт время толпы. Другое. Да, мне кажется, что Бог устал от нас, от того, что мы сравниваем успех с количеством людей в церкви. И он, наверное, хочет показать нам, что это ещё и силы. Не в этом фишка. Не в этом фишка. То есть практичность и искренность. Где практичность, также и искренность. Вы не представляете себе. Вот я настолько счастлива, что я женщина, да? Я настолько счастлива, что я, ну, не несу эти дополнительные наброски. Но вы не представляете, сколько постареет, сколько цену платят. Лишь бы, чтобы церковь выросла. И чтобы церковь была большая. И им не важно, какое отношение с женой, какое отношение с детьми. Им не важно, где махинации. Им важно, чтобы церковь была большая. Если бы их просили, тебе большая церковь или здоровье? Они выберут большая церковь. Тебе большая церковь или классные отношения с мужем или женой? Они выберут большая церковь. все ценности поменялись если это будет большая ты тогда успешна и Бог говорит сейчас ваше большое собрание я разогну чтобы вы разбирали в себе чтобы вы перестали отождествлять успех с количеством людей это тоже самое женщина которая не может рожать детей если у нее нет детей если она не может у нее муж все не получается что она уже не ценность не представляет себе никакой ценность она может быть добрейшая она может быть лучше чем та у кого 12 детей поэтому нам нужно суд правильный суд правильные весы они думают что если у тебя большая церковь все дома я не умоляю большую церковь но у нас должна быть искренность и баланс больше всего большая церковь это как показуха для других людей а не для самой даже церкви честно если так смотреть в корень важно чтобы поста большой церкви работа над собой и работа над людьми чтобы эта большая церковь не удаляла их от фундаментальных вещей христианства от основания мы знаем что в Библии всегда есть ситуации которые повторяются поэтому мы можем следить и в связи с этим вопрос время которое мы сейчас переживаем оно больше похоже на деяние или на суде или на Иова или именно время церкви какое место в писании какая книга она ближе к нам сегодня к вам сегодня я бы сказала смесь я бы сказала смесь если мы возьмем время судить когда каждый себе Бог когда каждый может делать то что он хочет и мы знаем что время в котором мы живем сейчас каждый стремится к индивидуальности оно и хорошо но очень плохо мы слушаемся власти вот сейчас послушание, покорение, подчинение это большая проблема люди не могут найти баланс от того что я должна быть самим собой с тем что должно быть послушание такое суровое крайнее послушание не должно быть это уже проблема лидер это уже проблема руководителей но в жизни любого человека должна быть послушание Потому что христианство это послушание, подчинение Бога. Если человек говорит, что он верующий, он говорит, что Бог подо мной, я слушаюсь Бога. А потом есть эти властные, может быть по-русски неправильно, есть институты власти. Муж, жена, семья, школа, директора, учителя, церковь, если вы в разных кружках и так далее. Послушание всегда должно быть в жизни человека, но наше поколение страдает от этого. Они не могут найти средину, если я сама собой, если я, мне никому не указ, и много сейчас я могу делать самой. Очень важно, чтобы там был баланс. Если мы возьмем НОА, это было время очень большого разврата. Почему Бог говорит, что уже все, я икры, это будет. То есть, что только мы сейчас не видим, особенно в социальном плане, оно становится очень страшно. Вот эта гендерная политика. И когда говорят детям, не спеши, сказать, что ты мальчик или ты девушка, вырастешь, поймешь. Это очень ужасно, потому что это большой тряский фундамент, и я не думаю, что Бог просто так на это смотрит. Потому что это ломает психика человека. Даже мы, я помню, когда я росла, вот даже вот между этими два пола, я не знаю, вы скажете, если у вас было вот это чувство. У меня между этими два пола было колебание, вот. И я сейчас не представляю, если очень много, ну, сейчас, говорю, около 16, надо выбрать, какой идти. Вот. А в чем у меня была проблема? Понятно, что я девушка, у меня никогда не было в голове, что я мужчина. Но я росла в обществе, где мальчики, эти боги, если у тебя в семье еще нету мальчика, ты почти как не родила ничего. Потому что мальчики, это, как это называется, наследники, вот это самое, типа, женщина выйду замуж, а вот мальчики будут продолжать там семейные, там традиции, имя или что-то такое. И у меня бунт против этого, вот, бунт против этого. Я даже думала, что я не веду замуж, зачем мне чужая фамилия? Зачем меня сразу выйти замуж и стать под кем-то? Особенно вот это раньше, вот эти африканские, это самое. Я вроде девушка, но у меня и был вопрос, вот, между мужчиной и женщиной. И представьте сейчас, и я захотела быть мальчиком. Не из-за того, что я чувствовала себя мальчиком, потому что я видела преимущество, да, преимущество, которое есть у мальчиков. И если сейчас, мы детям говорим, что вы можете выбрать из 16, и, конечно, каждый будет выбирать то, что проще для него. Потому что тогда, когда у меня были колебания, если бы у меня был выбор сменить пол, да, поменять гендер, ну, в силу своего уровня тогда. Я без удовольствия стала мужчиной, потому что у мужчин, у мальчиков много преимущества. Мальчики могут и снасиловать, и поехал. Вот, если что-то даже получится от неудачной любви, эта женщина будет думать об аборте, и эта женщина будет думать о забеременном. То есть, я думаю, что, боже мой, какие ужасные, какие не повезло этим женщинам. Я видела больше преимущества быть мужчинами. Конечно, сейчас это уже не так. Сейчас я уже вижу, как ужасно быть мальчиком. Это точно. Как трудно быть мужчиной, как взять ответственность. Вот, допустим, у меня сегодня день рождения, погода никакая. Вот, да, и муж, да, пастор, ну, он всегда меня дарит, святил. Вот, и я ему говорю, не надо, вот, давай, чуть-чуть позже, ну, погода никакой, да. Я-то понимаю, вот, эти мужское служение, эти мужское собрание, мужчины всегда добиваю охотники, типа, сделай все для своей любимой женщины, вот, и пошел в Киев на таком ужасной погоде, привел, вывел эту букет. Я это все понимаю, я говорю, уже, боже, как сложно быть мужчиной, да. Ну, я, если бы я, вот, с днем рождения, когда мне будет удобно, куплю святину, если надо, вот. А потом, вот сейчас я поняла, что, ну, быть мужчиной сложнее, уже сложнее. А тогда в силу своей психики, когда я была еще подросткой, ну, знаете, как, одна сторона медали, вот, судила, а сейчас, честно говоря, мне жалко мужчина, вот, мне жалко мужчина. Хорошо, что сейчас есть определенный смесь, есть понятие, что женщины помогают в семье, финансовые помогают в семье, но все равно, в крестьянстве мы все равно придерживаем, что мужчина несет ответственность за все. Вот в нашем поколении, как нести ответственность за все в семье, это, ну, это, это надо уметь, это не просто, вот. А я бы сменила пол, это не просто узкой пол. Вот, поэтому, вот, поэтому я думаю, что сейчас много разврат, и поэтому Бог еще будет потрясать нас, потому что мужчины, ну, до ковида, у нас просто нет педала 100, вот, у нас нет тормоза, трогали все, можно трогать, лесы рубили, ну, все, 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 у нас не было перед чем остановиться, вот, и просто Богу вынужден просто остановить это дело, да, просто остановить. Я не думаю, что сейчас мы во время больших гонений, как крестьянство, местами, ну, даже в моей стране, местами, я бы даже, я бы даже это не назвала, вот, гонения, как таково, это оно связано с политикой, это оно связано, что, вот, государство, но плохое управление в стране, вот, плохое управление, я не думаю, что мы сейчас еще времена большие гоним, я не думаю, может, оно будет, я не пророк, я специфически отношусь ко всем пророкам, вот поэтому, вот, спасибо. Скажите, а вот в детстве у вас было какое-то событие, которое вас сформировало или затронуло, или, может быть, что-то, потому что это очень любопытно, то, что вы говорите о детстве, мы ничего не знаем о том, как было, мы знаем вас с юности, но детство – это такое место, откуда мы все выросли когда-то, и, возможно, там было какое-то событие, которое вас сформировало, которое оставило отпечаток, если есть, конечно. Я пытаюсь вспоминать, я знаю, что я, естественно, я родила в Африке, я в Нигерии, я росла в средней семье, мы были очень богатыми, мы были очень бедными, забота была, вот еда была, беззаботливость была, вот эта свобода, вот эта игра, вот это было. Я помню, что когда надо ходить в школу, я не хотела, вот, я плакала, вот, от этого, что неприлично, что сейчас надо оставить маму и вот пойти в школу, вот, я это помню. И еще, еще очень рано, который сложно вспоминать до конца, я тоже помню, что я где-то была на балконе, да, вот я была вот в балконе нашего дома, и я укакалась, я не знаю, сколько времени было тогда, я укакалась, я смотрю со стороны, как убирают там мою капу, как меня чистить, вот, я не знаю, честно, сколько мне было лет, ну, естественно, ни пять, ни четыре, это самые-самые раны, которые вот я смогу помнить. А так, я жила с работой, я очень рада, потому что иногда слышу историю людей, да, я очень рада, что надо мной не было на ругательство, вот, ни со стороны никаких родственников, нападок никогда, я лежала вчера, и я просто благодарила Бога за все эти годы, особенно, когда я жила в Африке, никто на меня не напал, как в аварию не попала, а Бог как-то в этом опасной, сложной ситуации, Бог как-то хранил, и всю жизнь он меня всегда хранил, я не знаю, вот, чем я заслужила такой, что он меня отсел бить, вот всегда, вот, хранил больше сил никогда в жизни не давал, и как всегда в жизнь везет. Равно, мы очень рады, но все-таки какой-то момент был переломным для вас в жизни, может быть, не в детстве, может, это порой, что-то... Может быть, формирование моего характера, вот, в такой, я в... Когда у меня было 10 лет, я, не я, естественно, отправили меня жить у дяди, вот, вот, мы живем в Лагусе, это коммерческая столица Нигерии, и, ну, как, оно как Киев, вот, самый продвинутый город в стране, это как Киев. И мой папа боялся, вот, ну, то есть, 10 лет я закончила начальную школу, и мой папа боялся, что... Потому что и первый ребенок, это девушка, второй ребенок, это я, третий, это уже мальчик, он уже учился в Лагусе, а папа как-то побоялся, что мы сейчас начнем по-русски, что Лагус, да, может испортить нас, окружение, да. И мою сестру отправили к родственнику, а меня тоже к другому родственнику отправили, то есть, как будто нас отправили в Чернигове, да, в Губернию. Черкассы, да, там, где меньше цивилизации. И, конечно, она играла свое, почему? Потому что дядя, у него семья, и я уже не могла баловаться. Возможно, что из-за этого я быстро выросла. Потому что своим родителям, я не скажу, они меня не злоупотребляли, да, да, ну, то есть, суровые... Ну, не заставляли. Не наказывали. Да, да, ну, наказывали, когда я себе плохо была, но я все равно тоже не была ангелом. Я росла, я это самое, наказывали, но они не плохие люди. Потому что иногда я слышу истории, которые люди рассказывают, когда они жили с родственниками, что с ними творили, не дали еду там, у меня такого не было. Бог свидетельствовал. Но все равно, когда ты не живешь с родителями, ты не можешь баловаться. Вот, и в 10 лет... Детство закончилось. Детство закончилось. Потому что мама может мне что-то сказать, я могу не делать, да? Я могу баловаться перед своим родителем, да? Да, да, да. А когда ты у чужого, ты на... Как называется? Ты не сядешь на... Как это? На колено. На колено не сядешь. Да, 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 да. Ты все равно на расстоянии. Да, да, да. Потому что, ну... Не то, что второй сотный, ну, вот оно так вот. Ну, да. Если бы они меня приучили, если бы они меня обнимали, если бы они меня приняли, как одного из своих детей. А те, они так меня приняли, потому что они меня кормили 5 лет, да? Возили в школу 5 лет. Но просто тогда язык... Не было этой близости такой, да? Язык чувства. Ага. У нас вообще в Африке, оно только начинает развиваться. Вот. Моему папе 90-летие, я не помню, чтобы он мне сказал, я тебя люблю. Вот словами, а действиями... А тактичности вообще? Да, да, да. Тактично мы очень низко, да. Очень мало. А действиями он меня очень любит. Каждый день молится за нас. На наш день рождения... Наш, почему? Счастливые дети. На наш день рождения берут пост, молятся за нас, да. Не дай бог, если с нами что-то делать, вот побегут до конца земля. Но просто в культуру не развито, что я тебя люблю, я там это самое... Вот это, ну... Но, да, мне вышло порасти, потому что ты придешь из школы, занимаешься домашним, но некогда баловаться. Некогда. Не перед кем, потому что ты уехала от родителей. На каникулы я возвращалась своим родителем, я выдохнулась, я могу не пойти, расслабиться, я могу баловаться, что хочу делать. Когда ты жмешь у чужих, и что сделать? Вообще, что для вас значит слово «любовь», если просто его взять так вот отдельно от всяких... Вот что для вас значит слово «любовь»? Потому что это слово большое, переводится многими образами. Но лично для вас, вот вы сейчас говорили о любви отца, который любил, но на колени не пускал. То есть какая-то была дистанция. И в связи с этим наши отношения с Богом... Я говорю, что когда я жила у дяди, дядя не пускал. Мой папа на колени пускал. То есть наши отношения с Богом, это как папа, это как прообраз. Отцовская любовь, безусловная любовь, агапы. Какое для вас это значение, ближе для вас? Что вам дороже? Ну, агапы я познала, когда я пришла к Богу. Любовь, просто была любовь. Агапы я познала, когда я пришла к Богу, и я думаю, что мы все знаем, что такое агапы. Агапы у Бога. Мы учимся этой любовью у Бога. Это безусловная любовь. Но до того, до агапы, я подумала, когда вы меня спросили, что для меня любовь, я все равно хочу его приравнять к самопознанию, что именно человек, который познал себя, может по-настоящему любить. Потому что другие любви ставят свои интересы первичные. Мы так созданы. Да, и здесь самозащитие, вот это самое. А когда человек понимает себе, его предназначение, и потом в тендеме с Богом, потом может начинать любить, посмотрев, как Бог любит. Совсем другой любовью. Да, Бог самодостаточный, поэтому он может любить. От нас, как таково, он ничего не хочет. Он хочет, чтобы мы жили правильно. А если мы живем правильно, это же в нашу позу. Ну да. А так, по-большому, он от нас ничего. В этой любви выигрывает мы. Поэтому, любовь, это когда мы относимся к людям так, чтобы они выигрывали. Когда мы ставим их интервью, мы просто любим человека. Мы хотим, чтобы человек состоялся. Мы хотим, чтобы человек достиг максимального своего потенциала, чтобы у него была актуализация, реализация, чтобы вся красота Божья, которая есть внутри него, чтобы она вышла наружу. И это с чем мы сталкиваемся в служении, когда люди приходят, начинают привлекать их в служении. Кто-то, кто не вырос, может подумать, что тебе нужна рабочая сила. Но на самом деле, ты просто... Ты раскрываешь. Чтобы человек раскрывался, чтобы человек попробовал себя. Чтобы он знает, на что он способен. А потом, он утвердится в этом, он поверит в себя. И уже без тебя или с тобой, он уже будет держать этот фокус, этот ракурс, и жизни будет намного лучше. То есть, любовь Божья, она дает. Она не берет, она дает. Я бы не сказала, что она не берет. Я бы не сказала, что она не берет. Почему? Потому что Бог что-то от нас берет. Просто, ну, он не ставит брат от нас как первичное задание. Брат от нас потом. Сначала он влаживает в нас. Он очищает нас. Он учит нас. Но поскольку это отношение, поскольку это отношение, у нас должна быть возможность отдать. И когда мы отдаем, он берет. Но в любви есть время, когда мы должны что-то брать. Когда нам предлагают, мы что-то брать. но больше отдавать, не ожидая ничего взамен. И мы знаем, что такая психология, она всегда будет давать. Когда ты не ищешь, она всегда придет к тебе. Поэтому в любви есть давание. Отношение, посмотрите, муж с женой. Какой бы он не был этот муж. Я считаю своего мужа как одного из лучших мужей. Вот если по качествам и потом почитать кто сколько баллов набирает. Но мой муж не наберет все баллы, но все равно высокие баллы будет. Но все равно он не выдержит. Если он только меня дает, а я ни в какую, я ему ничего не даю, я говорю, я принцесса, давай, носи, корми, что хочу, делай. Думай сам, как это самое. Но он не выдержит. Он не выдержит. Поэтому написано блажение давать. Мы когда принимаем от Господа, потому что своей любви где ее там взять особенно, она где-то и заканчивается, я думаю. Но если наш источник он, то мы получая у него, даем ему возможность нас любить, у нас есть это взаимоотношение, коннект с ним, то тогда мы можем ей что отдавать. Мы тогда отдаем и оно еще больше прибавляется, этот круговорот воды в природе. Он не заканчивается этот круг, он реально работает. Это же физика, это так работает, процесс этот. А если бы ваша жизнь была книгой или фильмом, как бы вы ее назвали? Черная перлинка. Класс. Черная жемчужина. Всеукраинская. Черная, потрясающая мизика. Черная, почему? Потому что я темнокожая, и привыкли, просто привыкли назвать нас черной. А перлинка, потому что я действительно чемчужина. И не только я, вот любой человек, но я-то должна знать, что я тоже. Да, мы уже чемчужина. Боже, чемчужина. И почему чемчужина? Потому что чемчужина, она же формируется внутри лапы. там такая шлифовка идет. Это целый процесс. Вот этим я бы хотела сказать, что я не выпала с неба красивое, готовое, что формировалось много лет. И то, что мы видим сегодня, это не результат пророчества. Это не результат чего-то. Это моя история, по чуть-чуть, по чуть-чуть, кто-то быстро растет, а я по чуть-чуть, по маленькому, по маленькому. и я еще продолжаю расти. Я только началась. Мы верим, что мы увидим этот фильм или хотя бы книгу. Мы точно прочитаем, потому что название очень много обещающее. И все вот эти наслоения перламутровые, которые раковина собирает, аккумулирует, это как красота, которая никому не видна. Но в какой-то момент человек ныряет на сумасшедшую глубину, находит эту жемчужину, и она попадает во дворец, и она украшает декольте какой-нибудь знак. пастер-фильм надо снимать на океане, я увидела море, ну не просто море, океаны. В связи с этим, чем вам больше все нравится заниматься, в чем вот это наворачивание перламутра заключается в вашей жизни, что вы любите делать, больше всего, что вас формирует в эту жемчужину? Кайф. Что вам в кайф? Нам в наслаждение. Знаете, мне дает кайф, когда у меня есть в свободное время самообразоваться. Мы живем в поколении, где очень много возможностей вот сейчас. Вот это YouTube, это, знаете, пусть Бог благословил создать YouTube. Я понимаю, что там есть каша, там есть свое, но каждый любой здравомыслящий человек даже не знает, что ему надо, потому что в этой жизни нет ничего чистого. Я всегда говорю, улица Аллилуйя и проспект Осана долго будем искать. Все смешивано, верующие живут вместе, неверующие на одной улице, вот это самое. Но если ты знаешь, что ты хочешь, вот это YouTube, это просто Божье благословение выделять мне. Поэтому я мечтаю, вот я говорю пенсию, хотя я не думаю, что у меня будет пенсия, потому что я все равно буду самообразоваться, но я получаю удовольствие, я могу пропускать еду, когда я исследую какую-то тему, когда я углубляюсь, углубляюсь, вот в чем-то. Также мне нравится слушать музыку, вот красивую музыку, африканскую музыку. Африканскую музыку. Ну такой вопрос. Африканскую, да, вот эти Афл-бит, да. Последнее время я люблю танцевать, я сама себе танцую, особенно в преддверии мы сегодня видели, в преддверии моего дня рождения. Каналас. Ну просто вот этот, ну, танцую, вот, сам я пою изнутри. Вот это мне дает классное самоощущение, когда я свободна, могу что-то переставить, могу порядок делать, могу что-то перебирать, тут выбросить, но постоянно очистить, да, свою жизнь, или исследовать какую-то тему. Вот интернет это просто изучать новый язык, мне надо более дисциплинировать в этом, конечно. И, конечно, я же сейчас учусь, также, это тоже из этого мне приходится делать много исследований. Так что, слава Богу. Вы заканчиваете психологию, да? Сколько еще и учиться? Я думаю, что летом уже закончу, старый дисциплина. Вау, потрясающе. Потрясающе. Спасибо. Спасибо. Как Вы ухаживаете за собой, за своим здоровьем, я имею в виду? Потому что, ну да, все знают, что происходит, Вы не заболеваете, Вы бережете себя, Вы что-то специально едите, или Вы как-то изолируетесь. какой у Вас секрет, потому что Вы выглядите хорошо, и Вы всегда здоровы. Я не видел никогда, чтобы у Вас была головная боль или насморк. Я чувствую, что эта сфера в Вашей жизни, она под контролем, она под серьезной защитой. И Вы еще защищаете пастыря, мы знаем, он нам жалуется на Ваши диеты. Это все тоже часть Вашей жизни. А почему Вы относитесь к плоти так серьезно в кавычках, почему Вы не относитесь так духовно, как многие христиане, которые как бы не считаются с этим. Вы считаете, что этот баланс важен для Вас? Для чего? Очень-очень важно плоти, как говорят, что мышцы имеют память. Плоти имеет память и плоти относится к... Он воздает тело. Как мы относимся к плоти, я не говорю о греховной плоти, а просто плоти, к телу, так и оно будет относиться к нам. Она имеет что по сей, то и по сей. но моя история опять же началась с действиями. Папа рассказывал, что на работе он познакомился с одним человеком и как-то заговорилось и папа говорит, что у него часто запор. И вот этот человек предлагал ему кушать папайи. Ну, папайи, фрукты такой. И естественно, когда папа ел несколько времени у него баланс нормализовался. А этот человек, он не врач, но он занимался то, чем почти всем сейчас занимается. Здоровьем образцом жизни, он считал бадами, народной медицины. Просто опознание, сейчас это в интернете, представьте себе, это наверное было где-то 70, может 60 лет назад. Вообще никто не через чтение книги. папа заинтересовался, на английском называется nutrition, как правильный образ жизни, но это не тошный перевод. И слава богу, к тому времени, потому что мой папа очень поздно женился, поздно женился, наверное, ему было 36, вот так. И поэтому к тому времени, как мы родились дети, мы уже родились, он уже знал что-то о здоровье, и он нас кормил правильно. Он нас кормил правильно, и я думаю, что я сегодня еще пожинаю плоды от того, как нас кормили, вот сахара не было дома, все то, что можно кушать не шлифованное, мы ели все не шлифованы, папа всегда говорит, что самое полезное это кожура, вот это самое, фрукты многие, грейпфут, все, 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 меньше жарили вещи, в основном вареные, вот, и так далее. И конечно, и когда уже мне подростки, я конечно считаю, что считала, что не повезло с семьей, с нормальной, ты чипсы, ко-ка-ко, мне надо украсть деньги, чтобы себе мороженое, идти его на улице кушать, домой, тебе может прийти, домой, и как в жизни ничего сушеного не бывает, где-то уже двадцати пяти, двадцати семи, я поняла, что мне надо всю жизнь поблагодарить Бога за папу, который даровал здоровью. Потому что, понимаете, то, что мы получаем в детском возрасте, оно же сидит, как мышцы памяти, так и тут. Оно же сидит, оно же все, как основание. формирую все. И я, конечно, согласна с пастором Сашей, что я не больной человек. То есть я здоровый человек, я мало посещаю больницу, у меня нету кронической болезни. За это слава Богу. Потом, когда двадцать семь лет, я приехала сюда, в Киев, уже когда я стала женой пастора Сандиев, и в церкви я тоже познакомилась с женщиной, которая занимается образом жизни, как следить за свой вес, как это самое, и там и раздельное питание, и начало сама. Раньше папа читал эти литературы, а я уже сама начала читать, похудеть после рождения детей, и так далее. Поэтому приблизительно уже как двадцать лет, как я занимаюсь своим здоровьем, в плане того, что выборочно кушаю, и в последнее время стараюсь поздно вечером не кушать, который хорошо, и для сна. Конечно, требует дисциплины, иногда там грешу найти, но все равно там я не считаю это большие проблемы. И в этом году я добавила прогулку, я давно хотела гулять, в этом году я стабильно делаю прогулку, и что еще, и контрастный душ, вот, я тоже, где-то уже как месяц, как я практикую контрастный душ, меня, ну, я объясню, может быть, холодный горячий, это контрастный. Нет, я купаюсь, как всегда, купаюсь, наслаждаю горячим водой. Ванной или душ? Душ, душ. А последний, перед тем, самое конце, ставлю вода самая холодная, молитва на них языках, обязательно в три сессии у! Но составляю себя, госы составляют, госы, вы знаете, оно работает, после этого я себя классно чувствую, мне нравится сложно, но Человек должен делать сложное, но полезное. Вот эти вещи я сейчас добавлю, body я всю жизнь принимаю, постоянно принимаю, потому что я считаю, что я очень красивый человек, натуральный, если вы заметили, я мало косметику использую, вот эта черная кожа, это такая благодать, такая плюсы, эластичность классная, послушная кожа, классная кожа, вот черная кожа, и если вы тоже заметили, в прошлом году я больше ношу натуральный волос. Ну, ковид пришла, я решила быть более натуральной, поменяла волосы, тоже волосы классные, послушные, великолепные, вот натуральные, я всегда люблю натуральную красоту, ну конечно, надо поддерживать, потому что вот это самое, ну поэтому я большой, это очень красивый человек, Бог дал рост, форма лица, всё-всё-всё, я просто сейчас познаю себе то, что есть, поддерживаю, ну так, подпитываю вот то, что у меня есть, поэтому я считаю, что я должна оценить то, что Бог не дал, я должна удлинить его максимально, насколько возможно это, потому что это дело рук Божие, а женщина это же эталон красоты, и женщина в любом возрасте должна быть красива, а для этого она не должна быть в стрессе, просто быть самим собой, знать, что ей идёт, конечно, красота в прежде очередь, это внутренняя красота, если нет, вот моя красота, она созидит на внутреннем, если ты красиво внутренне, если в основном тебе напоминают чистые мысли, если ты добра к мужу, если ты благ к детям, к окружающим, невозможно, чтобы эта красота не поддержала свою внешнюю красоту.